Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня второй день московского автомобильного салона 2012. Мы находимся на стенде Chrysler, где, безусловно, мое внимание привлек новый Chrysler 300C. В последний раз этот автомобиль обновлялся в 2005 году, и с тех пор прошло достаточно много времени. В 2012, наконец-то, спустя 7 лет, мы видим новинку. Автомобиль выглядит как-то здорово, круто, по-рейперски, так по-мужски очень. Максимальная мощность этого автомобиля 286 лошадиных сил, максимальная скорость 240 км в час. Разгоняется Chrysler 300C за 7 секунд до 100 км в час, но, правда, есть, конечно, много. Ну, конечно, есть у автомобиля плюсы-минусы. Салон. Внутри мне очень нравится деревянная отделка, все сделано очень красиво. Здесь есть часы со стрелочками, они добавляют такую некую изюминку. Огромный экран мультимедийный и очень интересные, симпатичные такие спидометры. В общем, салон выполнен действительно очень добротно, качественно, красиво и дорого. Кстати, о цене. Стоит новый Chrysler 1 миллион 999 тысяч рублей. Ну, это вот данный автомобиль, который представлен здесь. Ну, что ж, кроме автомобилей на автосалоне есть еще куча развлечений. Ну, вот, например, мы сейчас на стенде Cadillac. Здесь есть совершенно потрясающий концепт. Мне он очень нравится. Если он вам тоже нравится, жмите лайк. Пойдемте. Ну, а если хотите узнать об истории Cadillac больше, ходите сюда, одевайте наушники и смотрите. В моем мире живут только пони. Они питаются ратами и какают бабочками. Это про Рено, Твизи и Зои, мне кажется. Ну, мало того, что это очень симпатичные автомобили, которые, безусловно, заслуживают внимания. Помимо всего прочего, это, конечно же, забота об окружающей среде. Вот Рено Зои, например, можно купить примерно за 11 тысяч евро. Вот за эти деньги вы покупаете автомобиль без зарядки. То есть компания Рено дает вам саму зарядку в аренду. Когда вы покупаете электрокар, обычно стоимость зарядки – это половина стоимости самого автомобиля. Так вот, Рено в два раза делает автомобиль дешевле, но эта зарядка не является вашей собственностью. В принципе, заряжается электрокарчик недолго. 6-8 часов – это от обычной электросети. На 20 минут у вас займет зарядка на станции подзарядки. И также есть еще моментальная зарядка, называется Quick Drop. Это, ну, грубо говоря, просто замена батареи. Ну, а вот Рено Двизи. Мне действительно очень жаль, что этот автомобиль не продается в России. Например, в Германии он стоит 7 тысяч евро. И 5 тысяч по специальной госпрограмме вам возвращают. То есть вы покупаете электрокар за 2 тысячи евро всего лишь. Зарядки хватает на 100 километров. Учитывая, что большинство людей ездят от дома до работы и обратно, 100 километров, то есть зарядки вам вполне хватит на нескольких дней. К тому же вы совершенно не будете загрязнять окружающую среду и тратить бензин. Но, к сожалению, у нас в России таких программ нет. Государство не поддерживает автомобильные концерны, поэтому они не спешат продавать на российском рынке эти электрокары. Заказ из Европы обойдется в несколько тысяч евро. Конечно, автомобиль будет намного дороже, но посчитайте, сколько за эти годы вы сэкономите на бензине. Когда придете на МАЗ-2012, не пройдите мимо корнера Брабус. Ну, конечно, здесь стоят в этом корнере тюнинг-ателье, стоят потрясающие крутые машины. Вот, например, Чайка. Сейчас у нее крылья закрыты, то есть двери. Но вообще машина классная. И, ну, хотя бы просто посмотреть на нее, сфотографироваться здорово. А еще совет девчонкам. Девочки, иметь мишку в машине, плюшевую мишку, это не круто. А вот плюшевая мишка в свитере Брабус, вот это уже прикольно. Чтобы оставить память об автосалоне, приходите в Корнер Мини. Здесь можно сфотографироваться напротив вот этого классного кантри-мена. Что нужно сделать? Собственно говоря, прийти сюда, встать напротив этой машины, специальная штука с красивой девушкой здесь есть. Вас фотографируют, отправляют сразу на почту. И в группе на Фейсбуке, в группе Мини вы также можете потом увидеть свои фотки. Так что приходите, говорите чиз и улыбайтесь. В протяжении всего автосалона можно почувствовать себя настоящим гонщиком Ниссан Житья Академии. Что для этого нужно сделать? Прийти на стенд, собственно говоря, занять живую очередь и сесть вот в это вот колесо, как белка, слава богу, она не крытится. И можно играть сколько угодно. Количество кругов не ограничено, времени тоже. Поэтому приходите, играйте. Вот, например, мужчина вчера играл два с половиной часа и сегодня не дает мне поиграть. Конечно, на этом автосалоне я не могла пройти мимо моей любимой кофемашины Opel Moco. Я обожаю кофе, карамель и здесь как раз салон такого цвета. Эту машину я уже снимала в Геленджике. Тогда внутри практически вся отделка была простым муляжом. То есть мы еще не знали, как она будет выглядеть в точности. И вот сейчас мы уже видим, во-первых, совершенно потрясающего цвета салон. Здесь цвета мароккана и дарк голванайс, называется такая комбинация. На мой взгляд, отличное решение. Очень красиво получилось, стильно и здорово. Это максимальная комплектация Opel Moco. Стоит она 955 тысяч рублей. Здесь полный привод, автомат. 130 лошадок, двигатель 1.8. Ну, в общем, здорово. Все, что нужно, реально в этой машине есть. Здесь передние датчики парковки. Есть датчик дождя, датчик света. Система контроля за ближним светом High Beam Assist. Даже вот эта подушка регулируется. Ну, на мой взгляд, это действительно здорово. Даже немногие автомобили премиум класса могут похвастаться таким удобством и таким наличием функций. В общем, как говорится, это автомобиль полный фарш. Друзья, я призываю всех, приходите на стенд Сузуки. Здесь не только обновленная Гранд Витара, вокруг которой уже ходят жаркие споры. Но еще вы можете выиграть кучу классных призов. Например, смотрите, здесь люди фотографируются на мотоциклах. Фотограф Сузуки выкладывает все в Facebook. За вас голосуют, и вы можете выиграть iPad. iPad, вот она рыба моей мечты. Я тоже хочу iPad. Давайте я сейчас тоже попробую сфотографироваться красиво. Я надеюсь, что у меня получится выиграть iPad. Выигрыш iPad, к сожалению, зависит не от вас. Тут все решают результаты голосования. А вот от вас зависят вот эти вот призы. Что нужно сделать? На стенде Сузуки вы должны правильно ответить об этой компании на 5 вопросов из 7. Мне кажется, это довольно просто. Если вы действительно любите Сузуки, вы получите вот такую вот монетку. Бросив ее вот в этот автомат, вы сможете выбрать любой приз из тех, что вам понравится. Так что приходите на стен Сузуки и выигрывайте призы. Я вот, например, очень хочу чехол с логотипом Сузуки. Ну, я свой чехол для айфона получила. Если вы хотите тоже, приходите обязательно. И если не уверена в своих силах о знаниях бренда Сузуки, то просто зайдите на их страничку в Facebook, зачекиньтесь и получите эту монетку просто так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!